И вот я начал критически к себе относиться. Я взял полную ответственность за свою жизнь, все, что происходит в моей жизни. Поэтому виноват только я сам. У меня нет денег. Конечно же, дебил, у тебя нет денег. Откуда им взяться, если ты ничего не знаешь о деньгах? Если ты не читаешь финансовую литературу, если ты не развиваешься? У меня нету связи. Конечно, у тебя нету связи. Откуда им взяться? Если ты такой баран, блин, если ты дичь, если ты бухал, кто с тобой нормальный будет общаться? Какой миллионер с таким дебилом, как ты, будет общаться? У меня висит живот? Конечно же, у тебя висит живот. Потому что ты не работал над собой, он у тебя и будет висеть. Если ты не начнешь работать над собой, если ты не начнешь учиться, развиваться, ты не будешь жить жизнью своей мечты. Бери стопроцентную ответственность за свою жизнь. И тогда у меня появятся и деньги, и счастье, и красивое тело, и путешествия. Все у меня будет. Вот как я себе сказал. Друзья, привет всем. Это видео посвящается абсолютно каждому. Каждый из вас был в той ситуации, о которой я вам сейчас расскажу. Я сейчас вот подниму очень важную тему. Так что обязательно, обязательно, обязательно досмотрите это видео до конца. Сегодня за завтраком я листаю комментарии и наткнулся на такой интересный комментарий. Пишет мне женщина, она говорит, вот, я, конечно же, понимаю, что нужно читать, нужно развиваться. Я все понимаю то, о чем ты говоришь. Но мне не хочется все это делать. У меня апатия, у меня депрессия. Мне ничего не хочется. Мне хочется залипать, смотреть сериалы и все. Каждый из вас был в такой ситуации. Я был в такой ситуации. Ребята, я так жил до 16-го года, можно сказать. Я жил такой жизнью. Я жил в депрессии. Я жил в негативе. И вот в один прекрасный момент я просто понял, что нужно менять свою жизнь. Почему так, да? Все люди же хотят быть богатыми, быть счастливыми. Все люди хотят путешествовать. Ну, большинство людей мечтает об этом. Но никто ничего не делает, но никому ничего не хочется. Хотя все знают, что нужно делать. Почему так? Смотрите, я считаю, это все навязано обществом. Знаете, из-за чего это все? Потому что мы живем в таком обществе, в обществе негативном. И мы вечно общаемся с такими людьми. Все из вас общаются вечно с такими людьми. Это все нас окружает. И поэтому мы не хотим никуда стремиться. Ребята, я был таким же. Я окружал себя одним дерьмом, одним негативом. Мне ничего не хотелось. Когда я вот был подростком, когда я был в общежитии, да, вы знаете, это самое трудное время. Потому что ты страдаешь от всего. Ты хочешь там казаться сильнее, казаться круче, но ты страдаешь. У меня не было любви. Я хотел найти любовь. Я слушал только негативный рэп. Я полностью в этом погряз, да, в этом дерьме. Я вот был воспитан этой культурой, этой музыкой. Музыке говорилось, что жизнь борьба, жизнь тяжелая штука. Нужно бороться. Многие слушают песни и смотрят фильмы о безответной любви. Как мужчины, так и женщины. Я сам раньше слушал такой рэп. Я любил тебя, ты ушла от меня, ты грязная, мразь, я ненавижу тебя. Всякое такое, да? И почему люди любят всем этим заниматься? Да потому что они сами такие. Они страдают. Вот в сериалах все плохо. У меня все плохо. Я себя узнаю в этом сериале. Я себя узнаю в этом треке. Вот у меня такая плохая жизнь, я ничего не хочу. Вот как-то так оно все происходит. Я вот, когда ездил на учебу, блин, у меня была Нокия, цветная Нокия, на которой была только змейка. У меня не было наушников, своих личных. Понимаете, я еду в электричке на учебу 4 часа, смотрю на этих людей, которые открывают ноутбук, смотрят фильмы, которые слушают там музыку. А у меня этого всего не было. И я помню, одолжил одной девчонке в общаге плеер. Одолжил плеер с наушниками. Я так был рад этому. Понимаете, я еду на учебу 4 часа, я залипаю в змейку. Я играю в змейку, поставил уже там все рекорды. И вот одолжил плеер и накачал туда одного грустняка, вот этой всей негативной музыки. И вот я этим всем жил. В общежитии мы смотрели ужасы, там боевики, какие-то триллеры. Да, смотрели и комедии, но мало. Понимаете, вот негатива было, ну, процентов 80. И у большинства сейчас так, им ничего не хочется. Они хотят страдать, они подражают, да, каким-то там музыкальным исполнителям. То есть, ну, они же богатые, а вы бедные. Зачем вы им подражаете, да? У них такой образ, чтобы на этом хайпануть. Новости, одни негативные. Короче, как я изменил жизнь? Я просто вам хотел сказать, что я сам раньше таким был. И вот сейчас, смотрите, я в Дубае, у меня все хорошо, я счастлив, у меня есть любовь, у меня есть деньги, я финансово независим. Я кайфую от жизни, я наслаждаюсь жизнью. Все началось, когда я заглянул в себя, да? Потому что, когда ты живешь вот в этом всем окружении, ты смотришь на других, ты смотришь там фильмы, ты смотришь там на своих друзей, на своих знакомых, всем плохо, ты никогда не смотришь на себя. Когда я остался один, абсолютно остался один, я начал смотреть на себя. Я начал задумываться, да, у меня было много времени, чтобы пораскинуть мозгами и подумать, почему я живу такой жизнью, почему я до этого докатился, почему так случилось. Раньше я не думал об этом, конечно же, потому что ты вечно в какой-то компании, в какой-то тусовке, ты вечно там куда-то ходишь, ты с кем-то общаешься, и у тебя нету на этом времени. А когда ты остался абсолютно один, ты начинаешь об этом задумываться, почему ты докатился до такого. И вот когда моя компания там с общежития рассосалась, да, когда мы закончили универ, все, каждый идет своим путем, все устроились на работу, ты живешь один, и вот тогда ты начинаешь задумываться. Плюс у меня тогда была очень сильная боль, я набухался, упал, сломал руку, с девушкой поссорился, живу в каком-то дерьме, в какой-то душевой, где, блин, нету нормального стула, нету нормального рабочего места на подоконнике, с ноутбуком сижу, со сломанной рукой, и вот тогда ты начинаешь задумываться, когда тебя никто не окружает, когда тебе никто ничего не навязывает, ты думаешь, какого мать его хрена, как я до такого докатился, почему я живу так? Потому что сегодня, это результат тех сегодня, которые были до него, это я вам сейчас так говорю, раньше, конечно же, я так не рассуждал, раньше я понимал, что жизнь дерьмо, почему так? Значит, я в этом виноват, да, почему так случилось? Может, из-за того, что я не рос, не развивался, может, из-за того, что я окружал себя одним дерьмом, одним негативом, ну, так понятное дело, вот почему у меня такая жизнь, и вот я себе задавал вопрос, а хочу я продолжать жить такой жизнью? Нет, меня это достало, я не хочу, я больше не хочу жить в дерьме, была очень сильная боль, я помню, я тогда еще пошел на пляж, сгорел, в комнате жарко, нету окон, стоят эти решетки, потому что на первом этаже, там были решетки, открыл полностью все окна, ну, понимаете, такая была обстановка, что я просто плевать уже хотел, я сгорел, у меня печет все тело, у меня сломанная рука, я не могу повернуться, очень шарко в комнате, там, градусов 35, вы понимаете, какая это боль? Ты весь потный, лежишь, да, на какой-то там вонючей, грязной простыне, вы понимаете, как было? Вот вы не представляете, как было хреново, у тебя этот ноутбук на подоконнике, ты не можешь там работать, как до этой несчастной, там, левой рукой пытаешься что-то сделать, настолько было невыносимо, что я сказал, нет, я так больше жить не хочу, не хочу, что мне нужно сделать, чтобы изменить мою жизнь, и вот тогда я прослушал первую свою книгу, первую книгу я прослушал еще до самого богатого человека Вавилоне, Брайана Трейси, достижение максимума, я просто охренел, вот почему я так живу, потому что я сам виноват в этом, да, вот, я до этого докатился, все, я буду менять свою жизнь, давайте мне, что мне нужно делать, я хочу быть счастливым, я хочу быть богатым, говорите мне, я буду всех слушать, ребята, я буду всех слушать, все, что мне скажут, я буду делать, нужно откладывать деньги, буду откладывать, нужно вести учет расходов и доходов, буду вести, нужно молиться, буду молиться, я все буду делать, нужно заниматься визуализацией, буду заниматься, я все буду делать, все, я не хочу больше так жить, я не хотел сдаваться, у меня никогда уже не опускались руки никогда потому что я понимал что я вернусь к той жизни я вернусь если я сдамся какой смысл я уже так жил в этом дерьме все не хочу не хочу вообще все достало я хочу быть счастливым быть богатым я хочу мать его изменить свою жизнь что нужно делать я буду все делать неважно сколько потребуется времени понимаете какая у меня была мотивация сильнейшая мотивация все я просто взял и выбрал другой путь буду читать буду заниматься буду работать над собой буду все делать буду изучать дайте мне эту информацию я жадно глотал информацию помните я вам говорил что залез в интернет как заработать на интернете как притянуть деньги техника стакан с водой техника . на стене техника альбом визуализации нужно рисовать я пошел купил фломастеры вы понимаете я все делал я все делал потому что это была другая жизнь потому что я так не жил я сказал себе а давай-ка я попробую какого хрена я уже знаю как жить в дерьме но я не знаю как жить в достатке в счастье в богатстве нужно рисовать буду рисовать нужно откладывать буду откладывать давай-ка я попробую и все и вот когда я запустил вот свой пояс когда он уже тронулся назад я уже возвращаться не хотел мне так понравилось до развиваться я начал это любить какого хрена я раньше окружал себя одним дерьмом одним негативом смотрел негативные фильмы и вот я все дерьмо выбросил полностью со своей жизни ребята выбрасывайте все дерьмо она отравляет вам жизнь я начал с телефона что у меня стоит на телефоне какая-то черная мрачная заставка я поставлю туда бабло я поставлю туда доллары что у меня стоит на рабочем столе тоже какой-то дерьмо я поставлю туда пляж я поставлю туда мальдивы понимаете я поставлю туда тоже деньги так какую музыку я слушаю все нахрен все я буду слушать только ту музыку которая вызывает у меня позитивные эмоции я буду смотреть только комедии И все, если я хочу расслабиться и посмотреть фильм, я не буду смотреть какое-то дерьмо. Если я захочу посмотреть ютуб, я не буду смотреть какой-то трэш, какую-то дичь, какую-то срань. Я не буду этого делать. Я буду смотреть миллионеров, миллиардеров. Блин, это же интересно, это же круто. Понимаете, я все изменил в своей жизни, полностью все. Я начал работать над собой, я начал делать физические упражнения. Я ходил через день на стадион, чтобы разрабатывать свою сломанную руку. Я начал петь мантры. Я начал визуализировать. Я ввел праймы в свою жизнь. Я ввел утреннюю молитву в свою жизнь. Я все это ввел в свою жизнь, потому что я так раньше не жил. Понимаете? И вот жизнь моя начала меняться. Вот после этого, день за днем, я это делал. Я каждый день это делал, и я просто кайфовал. Все, я не хочу туда возвращаться. Я разобрался в себе, я послушал себя, я не смотрел на окружающих. Я увидел уже жизнь окружающих, да, когда ты встречаешься с пацанами, и они говорят, вот, достала эта работа, блин, нужно что-то менять, да, со старыми там знакомыми в общаге, с которыми мы раньше бухали, с которыми мы там тусили, раньше никто об этом не думал. А вот теперь пришла суровая жизнь, как жить, с кем снимать эту странную однушку, на двоих, на троих. Все, я так не хотел, не хотел. И вот я жил во всем этом дерьме. Ну, уже не в дерьме, но все-таки жил же в старой советской квартире. Это мне не устраивало, я поскорее хотел переехать. Но чтобы переехать, мне нужно было заработать деньги. Я начал развиваться, я начал изучать все о финансах. У меня не было денег. И я хотел деньги, но я ничего не знаю о финансах. Блин, какой же я дебил, какой же я дурак. Как это я хочу заработать большие деньги? Ну, я ничего о деньгах не знаю, это же глупо. Какой же я был идиот. Я хотел больших денег, но ничего о них не знал. Я не знал, как управлять деньгами, я не знал, как вести учет расходов и доходов. Я ни хрена не откладывал, у меня раньше были кредиты. И этот человек хочет больших денег. да ни хрена ты не хочешь больших денег потому что ты мать его не работаешь над собой это я осознал слава богу что это осознал пожалуйста осознайте это загляните пожалуйста в себя друзья и вот я начал критически к себе относиться я взял полную ответственность за свою жизнь все что происходит моей жизни в этом виноват только я сам у меня нет денег конечно же дебил у тебя нет денег откуда им взяться если ты ничего не знаешь о деньгах у меня нету связи конечно у тебя нету связи откуда им взяться если ты такой баран блин если ты дичь если ты бухал кто с тобой нормально будет общаться какой миллионер с таким дебилом как ты будет общаться у меня висит живот конечно же у тебя висит живот потому что ты не работал над собой он тебе будет висеть если ты не начнешь работать над собой если ты не начнешь учиться развиваться ты не будешь жить жизнью своей мечты бери стопроцентную ответственность за свою жизнь и тогда у меня появится и деньги и счастье и красивое тело и путешествие. Все у меня будет. Вот как я себе сказал. И вот, друзья, прошло уже несколько лет, и я продолжаю делать выбор в пользу счастья. Я буду всегда выбирать счастье, и вам советую. И если вам сейчас плохо, если у вас депрессия, вместо того, чтобы посмотреть какой-то сопливый сериал, послушайте книгу Брайана Трейси «Достижение максимума». Просто прослушайте всю книгу. Останьтесь в одиночестве. Побудьте наедине с собой. Загляните в себя. Разберитесь в себе. И вы сделаете тогда правильный выбор. Тогда вы захотите жить полной, насыщенной жизнью, полной путешествий, приключений. У вас будет и деньги, и любовь. Все у вас будет, друзья. Ну как вам видео? Заряженное получилось видео. Я вот когда завожусь, все, полностью все вам выдаю. Поделитесь обязательно этим видео с друзьями, у которых такая же ситуация. Спасибо вам за ваши комментарии. Я все читаю, я все вижу и сам у вас учусь. И вот я свою жизнь изменил и теперь могу рассказать, как это сделать вам. Ну что, огромное вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там много мотивации, там много пользы. Читайте мой инстаграм. Я для вас собираю там самую-самую сочную и полезную информацию. Подписывайтесь на все мои основные каналы. Все каналы в описании. Канал по заработку, канал по мотивации. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую. Да сбудутся все ваши мечты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok